Вереница фур ожидает въезда в Евросоюз. Закрытие Польши, Литвы и Латвии своих пунктов пропуска нарушило логистические цепочки перевозчиков и дало повышенную нагрузку на действующие погранпереходы. Так, прежде чем попасть в Европу, дальнобойщики вынуждены простаивать перед шлагбаумом той же Латвии по 10 суток. И сейчас в колее на въезд в Прибалтийское государство стоит почти 700 фур. Люди вынуждены мучиться на жаре из-за необдуманных действий европейских политиков. С белорусско-латвийской границы передает Марина Романовская. Въезд в Латвию ждут сотни фур, но Рига не спешит поднимать шлагбаум, создавая на границе транспортный коллапс. При этом вопрос водителей, почему процесс оформления документов идет так медленно, контролирующие органы сопредельного государства оставляют без ответа. Водители, казалось бы, привыкли ко всему, но такое отношение к людям выходит за границы разумного. В шлагбаум Прибалтийского государства уперлись фуры на латвийских, литовских, молдавских номерах. Хоть географию изучая иронизируют дальнобойщики, но хотелось бы не стоять у обочины, а работать и кормить семьи. Можно было бы поехать, приехать, привезти еще раз продукцию, которая, допустим, у нас в Молдове скопилась уже и сок, и вина. Приходится стоять. Дело не в Беларуси, и белорусов, как мы, мы всегда и заезжаем, и выезжаем быстро. Наверное, все-таки в Евросоюзе у нас немножко проблемы. Кому это нужно? Вы знаете, я не знаю, кому это нужно, но страдают от этого все. И наш бюджет, Молдас, и все. Я думаю, что страдают от этого все, и в первую очередь водители. Пока контролирующие службы сопредельного государства прохлаждаются на рабочих местах, водители в многокилометровой колее вынуждены спасаться от жары. Впечатление от водителей. Они протестуют, что столько много стоят на границах. Это тяжело, жарко, утомляет. Восьмой день стоим. Тяжело, конечно. Благо, что вот здесь люди разрешили нам постоять, не выгоняют. Мы стараемся чистоту держать, магазин рядом. Вот это нас спасает. Надо было, чтобы машина уже грузилась, опять сюда. Но мы еще здесь. Время идет, а груз лежит. Согласно двусторонним договоренностям, пропускная способность как нашего пункта пропуска Григоровщина, так и сопредельного по Торниеке составляет 200 грузовых автомобилей в сутки. Однако мы наблюдаем такую картину, что латвийская страна не спешит выполнять достигнутые договоренности. В среднем до 30% в сутки всего лишь оформляется на сопредельной стороне. Поход за водой. Благо, в белорусском приграничье имеется соответствующая инфраструктура вместо утренней зарядки. В шаговой доступности магазин и заправка, круглосуточное кафе. Питьевая вода, соки и мороженое – самый ходовой товар в жару. Перевозчики имеют возможность здесь и перекусить, и закупить тот необходимый товар, который им нужен. Есть здесь и душевые кабины. Перевозчики имеют возможность этим воспользоваться. Сейчас на белорусской стороне идет ремонт дорожного полотна в зоне ожидания, что сделает вынужденный простой более комфортным. Тем временем латвийская приграничья, жалуются водители, встречает заросшими обученными и отсутствием элементарной инфраструктуры. Впрочем, говорят дальнобойщики, и это их уже давно не удивляет. Марина Романовская, Михаил Христофоров, агентствователи новостей, белорусско-латвийская граница.